Если есть в этом мире что-то, что интернет любит больше, чем иллюзию власти, так это наблюдать последствия иллюзии этой власти. Смотреть, как крупные корпорации и мультимиллиардеры просят у него прощения, лично у него, у интернета, когда сильные мира сего падают на колени и молят интернет о пощаде. Если вы из тех, кто любит подобный контент, то у меня для вас хорошие новости. Аж две компании одновременно это сделали. Не особо пафосно, не с фанфарами, как кто-то, возможно, ожидал, но сделали, да, да, действительно. Помните геймплейную презентацию Xbox, которую они стримили у себя на канале? Я ее рестримил, кстати говоря, переводил. Вы, может быть, даже присутствовали на этом стриме. Мы с вами весело провели время. Остался только один лишь вопрос, неотвеченным с этого стрима. А где именно присутствовал геймплей? Все-таки для консоли нового поколения такой ивент это довольно серьезный бизнес. Они должны были презентовать нам, на что именно способен девайс, за который они уже очень скоро будут требовать с нас деньги, причем деньги, мягко говоря, немалые. Основное преимущество Xbox на данный момент из того, что мы о нем сейчас знаем, и когда я говорю мы, я имею в виду подавляющее большинство простых покупателей, которые не следят за количеством торофлопсов, а только слово это где-то там когда-то слышали, это графон. У Xbox есть пафосный графон с его торофлопсами. И каким образом можно показать графон? Через презентацию геймплея. Непрерывного геймплея, полноценного. Я просто уточню термин, если вдруг кто не понял. Полноценный непрерывный геймплей, это не тот геймплей, который был снят кинематографической камерой и потом еще откоррекчен на постпродакшене для того, чтобы выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Фаворитом всего этого ивента, естественно, являлся Assassin's Creed Valhalla, первый геймплей которого нам обещали на презентации Xbox показать. И да, именно геймплей. Мы еще вернемся к этому не один раз. Правда, когда они показали уже первый синематик, я уже тогда более-менее предсказал, чем это в итоге будет являться. То есть рискином Одиссеи только теперь с викингами и, может быть, какими-то изменениями. И, судя по словам креативного директора франшизы, я, скорее всего, буду прав процентов на 90 или около того. Но мы об этом тоже еще поговорим, не волнуйтесь. Разумеется, с составлением презентации были определенные сложности, учитывая ситуацию с Дошиком, которая сейчас по всему миру происходит. Организовать людей, которые должны были подготовить материал для этой презентации, для того, чтобы они все записали, смонтировали, откорректировали, и туда-сюда пятое-десятое, да, это, конечно, было бы непросто. И можно было простить людей, которые презентовали нам новые продукты, сидя дома на фоне холодильника, который зафотошопили изображением Xbox'а с очень-очень-очень дерьмовой вепки. Я понимаю, окей, никто не выдвигает никаких претензий непосредственно к этой части презентации. Но все-таки к показу геймплея у людей претензии были. Насколько большие претензии? На примерно 40% лайков и 60% дизлайков, около того. Люди остались не очень сильно довольны презентацией геймплея. Почему? Ну, потому что вся презентация геймплея непосредственно состояла по большей части из презентации рейтрейсинга, которую они показали буквально в двух играх, одна из которых была эффективно инди-проектом, который сделал один китаец, и вторая, это был Dirt 5, который является пятой частью знаменитой франшизы Dirt. Я вот, например, даже не знал, что были Dirt 1, Dirt 2, Dirt 3, Dirt 4, а оказывается были, так что эта презентация уже для меня какую-то новую информацию предоставила. Давайте похлопаем ей. Буквально все тайтлы, которые они на этой презентации показали, они состояли либо чисто из синематиков, либо из синематиков с небольшими вкраплениями геймплея, но очень хорошо отредактированного геймплея, который был снят кинематографической камерой, который был заскриптован, где они показывали только те события, которые они хотят, чтобы вы увидели. Не было ни одного момента, когда бы они показали чистый, ненарезанный геймплей, даже если бы он был по сценарию, например, да, как то, что любит делать Ubisoft на E3 периодически. Ну, знаете, о чем я, когда они нанимают актеров для того, чтобы они отыгрывали роли в коопе и таким образом презентовали продукт немножко более ярко и насыщенно, чем он по факту будет являться, но тем не менее это хотя бы геймплей. До того, как он окажется за Даунгрейдженом, конечно, но, по крайней мере, мы можем более-менее представить, как выглядит игра. Если, конечно, это не Энтом, когда игра выглядит абсолютно не так, как ее презентовали. Знаете, что ААА-издателям просто нужно наше бабло, и они готовы врать нам по любому поводу, только чтобы его высосать. Окей, давайте мы сойдемся на этом. Я думаю, ни у кого не будет проблем. Разумеется, фанбои в Твиттере моментально поспешили на защиту своей любимой крупной медиа-корпорации, которая в реальной жизни даже плюнуть в их сторону постесняется. Что же фанбою было сказать? Они, Xbox, сказали, что на их стриме будет показан геймплей, трейлеры и первые взгляды. Не только геймплей, как некоторые ютуберы говорят и вводят вас в заблуждение. Вот только в чем проблема. Когда говорят, что должны показать геймплей, обычно это подразумевает, что покажут непрерывный геймплей, да, как вот он выглядит непосредственно в игре, когда вы за нее заплатите 60 долларов, или ваш региональный эквивалент, это то, что вам следует ожидать. Именно такой опыт вы получите. Ну вот, например, какого геймплея можно было бы ожидать, если мы говорим об Assassin's Creed, раз уж он у нас является фаворитом, например, геймплей, в рамках которого наш главный герой, какого бы гендера он в итоге не оказался, идет по своему поселению, которое, как мы знаем, можно строить. Может быть, нам показали бы, как именно это поселение будет строиться. Может быть, нам бы показали интерфейс, даже если он еще не очень готов. Мы, конечно, получили какую-то информацию, которая не вселяет в меня надежды, конкретно эта информация касается того, что в игре будет присутствовать система прокачки, об этом нам заявил геймдиректор всего Assassin's Creed, в принципе, и если я что-то знаю о системах прокачки в Assassin's Creed, то я точно знаю, что это замечательное авеню для того, чтобы фихнуть в него как можно больше монетизации. И если я что-то знаю о Ubisoft, так это то, что Ubisoft не постесняется. Причем я не один такой, у кого понятие геймплея расходится с понятием геймплея у Ubisoft, который до сих пор в своем официальном трейлере на своем официальном канале не может сменить название с Assassin's Creed Valhalla First Look Gameplay трейлер на, например, First Look трейлер. Просто. Ну, даже если это уже не First Look, это точно не геймплей. И соотношение лайков с дизлайками мою позицию, в общем-то, разделяет. Примерно 25 на 75 не в лучшую сторону. Причем, если бы Xbox изначально не обещали показывать геймплей в каком бы то либо проявлении, если бы они сразу честно сказали, что вы увидите кинематографические отрезки геймплея, что-нибудь в таком духе, то реакция бы на абсолютно тот же самый контент была бы кардинально другая. Мне это напоминает ситуацию с Кодзимой, когда он впервые презентовал геймплей своего Death Stranding, который выглядел буквально так же. Кинематографически записанный, не отражающий действительность. Да, там даже интерфейса не было. И назвать то, что он показал геймплеем-то даже изначально получалось не очень легко, потому что не было понятно, где именно он начинается и заканчивается. Тем не менее, Кодзиму все до сих пор любят. И Death Stranding, окей, может быть не все купили, но много кто его купил даже после вот таких вот презентаций. Это означает что? Что люди готовы будут совершенно по-другому взглянуть на абсолютно ту же самую ситуацию, если по-другому ее назвать. Если пытаться продавать им честный товар, да? Не то, что вы намекаете, что они получат, а то, что они получат на самом деле. И угадайте, что? Xbox и Ubisoft на самом деле это признали. Аарон Гринберг, директор отдела маркетинга Xbox'а, в ответе на пост от фанбоя пишет следующее. Если бы мы не хайпили наше шоу предварительно и не обещали чего-то лишнего, а просто показали его, как мы это сделали в прошлом году, то наверняка реакция была бы совершенно другой, потому что тогда бы люди не чувствовали, что их обманули. Может быть, они, не знаю, были бы просто утомлены, например, да, в худшем случае, но они бы не чувствовали себя обманутыми. Мы определенно дали людям ложные надежды, и это целиком и полностью наша вина. Мы ценим весь фидбэк, который вы нам предоставляете, и можете быть уверены, что мы этот урок примем к сердцу как команда. И знаете что? Я считаю, что Аарону Гринбергу и Xbox'у надо все-таки отдать должное, потому что еще бы год назад, скорее всего, они бы ничего не ответили. Они бы просто попытались замести всю эту ситуацию под ковер, как у нас в русских деревнях говорят, и просто притвориться, что ничего не произошло, потому что память у людей в интернете как у золотой рыбки. Частично они были правы бы, наверное, но не с моральной точки зрения. Сейчас они решили все-таки ответить, да, они решили ответить за свои действия, а когда я говорю «решили», я имею в виду именно во множественном числе, потому что этот ответ Аарон Гринберг бы не запостил, если бы ему это не разрешил. Это был юридический отдел, да, который очень активно следит за тем, чтобы компания не сказала ничего лишнего, за что потом к ней можно было бы придраться. В этой ситуации, правда, сложно сказать что-то лишнее, потому что это чисто моральная такая ситуация, да, потому что они с юридической точки зрения все сделали правильно, они показали технический геймплей, даже если он был кинематографический отснят, по закону все чисто. То есть они могли, в принципе, ничего не отвечать, к ним бы никто не придрался за ложную рекламу какую-то. Но, тем не менее, они все равно решили дать ответ, они решили признать свою вину, и это уже что-то хорошее. Очень легко говорить, что компания не обещала тебе ничего конкретного, но надо понимать, что определенные слова имеют определенные импликации. Я уже сказал, когда ты говоришь про геймплей, люди автоматически думают, что имеется в виду непосредственный игровой процесс, которым будут заниматься они. Это прямой намек, и компании это понимают. Они завлекают аудиторию себе на ивенты таким образом, когда они говорят вот эти бас-слова, громкие слова, хайповые слова, как угодно их называйте, которые моментально вызовут у людей очень конкретные, очень определенные ассоциации. Именно по этой причине Ubisoft не только на своем официальном YouTube-канале, но и на всех своих остальных официальных каналах заявляла, что вы должны будете включить презентацию Xbox'а для того, чтобы посмотреть на геймплей, First Look Gameplay Trailer. Это слово имеет очень четкое значение, и они прекрасно это понимают. Теперь, однако, когда им надавали по жопе, пришло время извиняться. Они могли бы промолчать, но они все-таки решили извиниться и сказать, что в будущем мы постараемся быть лучше. Постараются ли они быть лучше, на самом деле, черт его знает. Я на самом деле немножко сомневаюсь конкретно по поводу Ubisoft'а, потому что в своем официальном практически извинении они даже толком не извинились за то, что не показали большего. Они написали буквально следующее, опять же, голосом Ашрафа Измаила, который является креативным директором всей этой долбанной франшизы. Привет всем! Вы справедливо ожидали увидеть больше сегодня. И если вы ожидаете, что дальше он напишет, мы извиняемся за то, что не оправдали ваших ожиданий, за то, что не показали полноценный геймплей, за то, что мы ввели вас в заблуждение. Нет. Дальше он буквально следующим предложением. Пишет, что перед нами все еще лежит долгая маркетинговая кампания, и вы увидите геймплей полноценно дальше, когда мы будем дальше показывать вам игру. И мы очень рады, что вы точно так же хайпуете ее, как и мы. Ну, короче говоря, стандартное совершенно заявление. То есть он по факту и не извинился. Он даже не сказал I'm sorry или we're sorry. Ничего такого он не сказал вообще. Интересный формат извинения, когда ты технически вообще ни за что не извиняешься, но при этом как бы намекаешь на то, что ты извиняешься. Классик. В конечном итоге извинения с помощью слов в Твиттере, конечно же, ничего не стоит. Единственное, что будет чего-то стоить, это фактические исправления. Это следующая презентация, на которой, я надеюсь, в этот раз геймплей показан будет. Она нас ждет, насколько я понимаю, в июне. Да, действительно, в июне, а точнее 7 июня нам следует ожидать вторую презентацию Иксбокса. И вот по ней мы уже будем судить, действительно ли Иксбокс иксправился. Я только что сказал Иксбокс иксправился. Почему презентация оказалась такой всратой, неизвестно. Возможно, у них изначально был план, и он просто сработал не так хорошо, как они думали, что он сработает. Может быть, все пошло не по плану из-за ситуации с Дошиком. Может быть, эта презентация, это что-то, что им пришлось очень быстро как-то склеить вместе из того, что у них было, и выкатить просто потому, что нормативы нужно встречать. Все может быть. И, скорее всего, мы уже никогда не узнаем правды. Однако, нужно все-таки отдать Иксбоксу должное за то, что он не стал молчать, по крайней мере. За то, что они извинились хотя бы так. Хотя бы не на своем прям официальном-официальном канале, но на одном из официальных каналов своего отдела маркетинга. Это уже что-то. Это уже хорошо, неплохо. А если вам нравится слушать, как я говорю, про видеоигровые или невидеоигровые темы в течение этого количества времени, то в таком случае, может быть, вы захотите подписаться на этот канал и на мой основной канал, где я делаю контент, в который даже вкладываю какие-то усилия. Вы также можете поставить лайк или дизлайк этому видео. Можете ставить комментарий или несколько комментариев к этому видео. Можете на твиттер мою подписаться. И спасибо вам, что вы тратите на меня время, мои дорогие блюдки. Идите сюда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!